МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Припекло! В областной столице зафиксировали новый температурный рекорд. Наняли Сокола. Благовещенский аэропорт нашел нетривиальный способ борьбы с пернатами. Помолились за здравие. Амурские священнослужители совершили массовый крестный ход. Зарядка со звездой. Известные горожане призывают жить активно. Об этом и многом другом расскажем прямо сейчас. Добрый вечер. Вы смотрите новости информационного агентства «Город» в студии Елена Хохулина. Накануне в Благовещенске был отмечен новый метеорекорд. Температура на улице достигла значения в 35,3 градуса. 1 августа стало самым теплым днем как этого лета, так и последних 66. Ослабление жары на этой неделе, по прогнозу синоптиков, не предвидится. А потому горожане наверняка все так же будут стремиться к воде, даже несмотря на высокий уровень рек. В конце прошлой недели Амур прибавил сразу 104 сантиметра. Зея – 49. Тему безопасности на водоемах сегодня вновь обсудили на Координационном совете при мэре города. По словам спасателей, сейчас уровень рек стабилен. Купаться в них небезопасно из-за сильного течения. За июль в Благовещенске утонули уже три человека. Все погибшие купались вечером и ночью. Обращаюсь еще раз к жителям города Благовещенска, гостям города, что вода – это всегда опасно. Следить за детьми и самим беречь себя – это сегодня задача, наверное, всех, чтобы не потерять членов семьи. И к другим темам. В Благовещенске стартовали работы на одном из самых длинных участков дорог, что подлежат ремонту в этом году. Асфальт укладывают на всем протяжении улицы Школьной. На то, чтобы привести ее в порядок, городской бюджет потратил 23 миллиона рублей. Магистраль станет особенно ровной, благодаря чему расскажет Ольга Савина. Кипит вода на 150-градусном асфальте и работа. Ремонт школьной стартовал 1 августа. Сначала на участке от театральной до Ромашковой. Здесь уже сделали ямочный ремонт и положили выравнивающий слой асфальта. Дело за основным – в 10 сантиметров. Укладывают его не пополосно, как обычно, а сразу на все 8 метров. Благодаря расширяющим плиту асфальта укладчика насадкам посередине дороги не будет стыка. Когда полностью мы закрываем дорогу, вот как в данный момент идем на 8 метров, этого стыка не будет. И поэтому… Плюс плита имеет преимущество, что она переламывается у нас на определенные промилле. То бишь идет 20-15 промилле в одну сторону и в другую. Не будет ни воды стоять, ничего. Наклон дороги и необходимую толщину асфальта регулирует встроенная в асфальтоукладчик электроника. Данные она получает от специальных датчиков. Они подсказывают, где и насколько нужно приподнять или опустить плиту. А вот машинисты катков работают, опираясь исключительно на опыт и нормативы. Утрамбовывают полотно, проезжая по одному и тому же месту по 15 раз, смещаясь в каждый заход всего на 20 сантиметров. Работа ювелирная. Тем, кто ее портит, конечно же, не рады. Могут на асфальт заскочить, на свежие следы оставить. Потом эти следы надо будет переспать асфальтом, переделывать вот эту вмятину, то, что они след оставили, заехали. Тоже сложности дополнительные. Получается рабочим, рабочие переделают работу. Все же стараются за свою работу беспокоиться. Работы у дорожников на Школьной много. В порядок приведут около трех километров дороги. На последнем участке от 50-летия октября до Новотроицкого шоссе ее откапиталят. Закончить все работы необходимо до 31 августа. Ольга Савина, Денис Лугов, Программа «Город». Всего же в этом году в Благовещенске отремонтируют 17 тысяч метров дорожного полотна. План выполнен уже на 90%. 15 километров из 17 сданы. Ремонт асфальтобетонного покрытия завершен на семи участках дорог. Это улицы Фрунзе, Лозо между Лениной и Амурской, Текстильная от Шимановского до Кузнечной, Магистральная между Трудовой и Кольцевой развязкой, Горная, Нагорная и переулок Транспортный в Астрахановке. Также рабочие привели в порядок тротуары в районе Студенческое и Гнатьевского шоссе, 50-летия октября Текстильной и Первомайского парка. На сегодняшний день дорожные работы ведутся еще на семи участках. Они закрыты для движения транспорта. Кстати, один по улице Ленина от Уралова до Калинина сегодня частично открыли. Заасфальтировать вторую полосу и убрать заграждение обещают к концу недели. А тем временем на подъезде к Благовещенску открыли двухстороннее движение. Полосу, по которой автомобилисты выезжают из города, откапиталили. Она вновь доступна для проезда. Объезжать закрытый участок через поселок Заречный приходилось три недели. За это время участок в 10 километров полностью восстановили и расширили. А еще покрыли новым слоем асфальта. Сейчас дорожники устанавливают металлические ограждения вместо демонтированных бетонных. Доделывают откосы, оборудуют остановки. На четырех из них появятся автономные уличные фонари. И к другим темам. С завтрашнего дня в городской избирательной комиссии начнут выдавать открепительные удостоверения. Те благовещенцы, кто 18 сентября намерен покинуть пределы города, могут написать заявление и получить право проголосовать в других населенных пунктах. На это у них есть месяц, до 6 сентября. Кроме того, до 27 августа в горы Сбиркоме ждут жителей с временной пропиской. Их включат в список избирателей только по письменному обращению. Напомню, в единый день голосования, 18 сентября, благовещенцам предстоит выбрать депутатов Государственную Думу страны и Законодательное собрание области. Сегодня по всей стране отмечают 86-ю годовщину создания воздушно-десантных войск. В Ростове, Краснодаре, Перми и многих других городах отключили фонтаны и усилили полицейские патрули. В Благовещенске эти меры излишни. День ВДВ у нас обычно проходит мирно и очень торжественно. В сквере мира десантники почтили память погибших соратников и возложили цветы к мемориалу воинам-интернационалистам. Ветераны войск поощрили тех, кому только предстоит их пополнить, курсантов, грамотами. А еще приняли немало поздравлений от первых лиц города и области. ВДВ – это действительно элита вооруженных сил России. Это именно те войска, которые в первую очередь в самые горячие точки, в самые горячие конфликты, локальные конфликты, миротворческие миссии. Это те ребята, которые первыми туда попадают и выполняют задачи, которые перед ними стоят государства. На страже безопасности россиян стоят не только сильные люди, но и птицы. Благовещенский аэропорт впервые за 6 лет нанял на сезонную работу сокола. Зачем гражданской авиации пернатый сотрудник и чем он занимается в свободное время – узнаете из сюжета. На тренировках устают даже соколы. Трехлетней Багире не хватает дыхания уже после пяти минут. Не мудрено. В прямом полете птица развивает скорость до 100 метров в секунду. Немалые силы отнимает и пикирование на жертву. Сейчас она бутафорская – приманка, которую раскручивает хозяин. Самостоятельно добывать еду Багире не надо. Она Денису Иванову помощник в охоте. Натренирована на фазанов. Для этого мужчина и приобрел ее в 2013 году за 2000 долларов. Теперь крылатая сгодилась в авиации. 10 дней к ряду в июле распугивала облюбовавших летное поле галок. Это была обычная повседневная тренировка. После линьки мы ей восстанавливаем форму и просто разлетывали ее. И создавали так, чтобы она имитировала полет охотящегося хищника. Вот эти атаки побоило сейчас, что я вам продемонстрировал. Хищник – безотказное средство. Наводит лютый ужас на диких птиц. Настолько тяжелую артиллерию в аэропорту применили впервые за 6 лет. Раньше галок было меньше. Справлялись с техникой. В этом каркане – сигнал опасности для птиц. Биоакустический отпугиватель проезжает по полосе перед каждой посадкой и взлетом. При взлете, при посадке самолет находится на малой высоте. И как раз на этой высоте основные птицы и находятся. И поэтому может повредить самолет. Настолько, что его могут снять с рейса. Избежать ЧП помогают и зеркальные отпугиватели. Их солнечные блики не вызывают доверие у птиц. Аэродромная служба установила на поле 11 таких устройств. А на турбинах самолетов производитель нарисовал запятые. При раскручивании они становятся похожи на глаз хищника, от которого пернатая мелочь тоже старается держаться подальше. Продолжаем выпуск. Четыре сотни православных верующих помолились о здравии всех жителей Преамурия. И прошли с песнопениями от Кафедрального собора до Площади Победы. Второй год к ряду областная столица принимает крестный ход в честь явления Богородицы на Амуре. В его колонне прошлась и наша съемочная группа. Песнопения Победы. Настоящий крестный ход посвящен явлению Божьей Матери на берегу Амура во время восстания китайцев, которые производили несколько дней обстрел города. Божья Матерь несколько раз являлась и угрозила им рукой. Она ее держала правую руку вот так. Сейчас она может спасти от катаклизмов всяких, но от войны может быть. Этот крестный ход еще яркое свидетельство нашим согражданам, нашим землякам о том, что надо помнить и чтить свою историю. О том, что над всеми нами есть Бог, который определяет судьбы всего мира и, конечно же, нашего Дальневосточного края. Экстренный сбор объявили сегодня для аэромобильной группировки МЧС. Задача эвакуировать людей из зоны подтопления, оказать им первую помощь, соорудить дамбы, откачать воду и предотвратить наводнения. По такому сценарию прошла тренировка для сотни спасателей. Как они работали, смотрите далее. Помогите! Благовещенские звезды двигают спорт в массы. На площади перед УКЦ можно увидеть известных спортсменов, общественников и даже радийщиков. В рамках фестиваля «Живи активно» они выступают в роли фитнес-инструкторов, проводят тренировки и даже разыгрывают абонементы на свои занятия. Не больше, не меньше зарядка со звездой. Свой тренинг известный шоумен Благовещенском Макс Радман начал с обещания, что через 15 минут все упадут. И сдержал его на все 100. Тренировать мышцы, имея лишь пол под ногами, оказалось совсем непросто. Давай, я бумагу, бумаги, я и моя. Давай, давай. Вот он, фитнес. Вот так вот у нас из зала выходят регулярно девушки. Тяжело пришлось Дарье Киселевой. За плечами у девушки занятие легкой атлетикой. В детстве. Но ради двухнедельного абонемента в спортклуб на что только не пойдешь. Целых пять минут в полуприседе. Существенная нагрузка даже для тренированных атлетов. Стратегии не было никакой, было скорее всего. А, я сейчас умру. Ну вот, держись до последнего, сколько можешь, не сдавайся. Вот такие вот мысли. Сложно держать. Я думаю, на следующий день буду ходить вот с чертой походкой. Тяжело на самом деле. Пока взрослые осваивали новые виды фитнеса, дети вспоминали всеми любимые старые игры. Тысяча один способ применения каната. Салочки, прятки, рисование на асфальте и, конечно, классика. Вышибалы. Мне нравится в этой игре, что надо бегать, уворачиваться. Но это же самое сложное. Человек бегает, сложно в него к нему наметиться. Метится, а увернуться, потому что человек метится сначала в одну сторону, а может расхитрить и в другую. Захотел схитрить, играя в игры. Не захотел, танцуй, зумба, кроссфит, аэробика. На какую бы дисциплину ни проводили тренировки организаторы, все на благо. Можно использовать все абсолютно для того, чтобы занять своих детей. А дворовые игры направлены на то, чтобы стимулировать родителей, чтобы они больше занимались своими детьми. Детей на мероприятие пришло не меньше 15, еще столько же взрослых. Но это не предел. Раз от раза спортивные фестивали собирают все большее количество благовещенцев. Нам всегда летом хочется быть на улице. И поэтому народ активно реагирует на различного рода игры, фитнесы уличные и так далее. Поэтому оно и становится популярным. Наталья Спицына, Денис Лугов, программа «Город». На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю, с новостями города вы можете знакомиться на сайте tv-город.рф. В редакцию звоните по телефону 524202. Приятного вам вечера. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова